меня слышно, видно давайте сделаем привет лохматые красиков как обычно привет кому там не видно, не слышно, перезайдите пожалуйста в комнату кто-то до сих пор пытается зарегистрироваться на наш урок я посмотрел кусочек чата спасибо вам большое за теплые слова прежде всего видел, что у нас очень много людей у нас есть практически все регионы россии здесь присутствуют у нас 1400 заявок по последним данным на этот онлайн урок и где-то в общем больше половины гуляет и будут смотреть в копии а те ребята, кто присутствует онлайн имеют возможность воочию лицезреть как проходит программа точка роста и разбор кейсов прежде чем мы начнем сегодняшний урок для тех, кто уже зарегистрировался на программе которая будет с понедельника она насчитывает 8 уроков по 2,5 часа по понедельникам и четвергам 8 часов значит для тех, кто зарегистрировался информация следующая что сегодняшний урок он не входит в программу то есть он не считается первым чтобы вы понимали да это урок такой нулевой но он будет в полном объеме работать то есть фактически у нас будет 9 занятий а не 8 но он просто сегодня идет бесплатным потому что я хочу показать тем ребятам кто не дошел до точки роста по каким-то причинам вот 1400 регистраций у нас есть на этот бесплатный урок а на на саму программу где-то около 250 регистраций возникает логический вопрос что людям мешает принять решение то есть если 1400 минусовать 250 мы понимаем что 1100 человек либо сомневаются либо просто хотят бесплатно соответственно я решил их и решил их интерес удовлетворить вот напоминая по поводу оплаты кому это нужно значит 11 сезон имеет большую скидку у вас на почте есть все ссылки с предложением 11 сезону участие в точке роста стоит 3000 рублей полностью девушкам кто был на женском интенсиве участие на точке роста стоит 4000 рублей всем остальным участие стоит 5000 рублей соответственно я вас жду в понедельник только большая просьба кто будет тянуть до последнего если вы оплатите в понедельник 19.50 я не очень уверен что Володя успеет вас добавить поэтому пожалуйста не нужно тянуть если вам понравится формат который я вам сегодня полностью покажу и вы захотите услышать 16 кейсов даже не 16 а у нас сегодня получится около трех может быть больше кейсов я постараюсь охватить многие аспекты соответственно если вам понравится этот формат и вы захотите участвовать пожалуйста не тяните потому что точки роста в этом году больше не будет и сезонов в этом году больше не будет соответственно я вам рекомендую очень-очень задуматься по поводу точки роста потому что вы получите очень многие ответы на многие вопросы у нас связь прекрасная у меня очень высокая скорость интернета давайте я сейчас даже сделаю некоторый тест и посмотрим насколько качество моего интернета соответствует тем стандартам которые необходимы для подобного рода работы текст посмотрим значит есть такая программа она называется speedtest.net вы можете все кому интересно посмотреть насколько ваш интернет качественный насколько вы принимаете отдаете сигнал поскольку у меня тариф 100 мегабит в секунду то тестирование показывает что качество моего интернет соединения 94 93 соответственно 94 93 это практически максимальные показатели по по нашим с вами возможностям соответственно с моей точки с моей стороны 100% HD трансляция поддерживается в полном объеме поэтому все плохие вопросы с видео все плохие вопросы со звуком это вопросы к вашему интернету прежде всего снял себя ответственность да так ну что же здравствуйте 530 человек я вижу онлайн прекрасно давайте не будем туда терять времени я расскажу про правила значит данная программа это не сезон то есть каждое каждое занятие посвящено каким-то конкретным кейсам каким-то конкретным случаем да программа выглядит так мы сейчас я сформулирую основные для демонстрации основные жалобы да или попрошу просто сказать ребят у кого вот такая проблема опишите коротко ее со словами я хотела бы прояснить или там не получается то-то-то например не получается справиться с этим пока не надо ничего писать да не получается справиться с этим не получается преодолеть это или есть затруднения то есть напишите как быть а как это то есть напишите просто не получается справиться с не получается справиться там с этим не могу преодолеть там то-то и так далее это первое всем плюсики поставьте кто понял как задавать вопросы не получается с не получается Не могу там, то есть не надо писать большую простынь из причинно-следственной связи, была там-то, знаю то-то, просто не могу справиться с этим или хотела бы обсудить, хотел бы обсудить то-то, 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 то-то. Это первое. И желательно покороче. Второе. Чтобы выйти со мной в прямой эфир, вам необходимо в скайпе добавить меня. Володь, напиши, пожалуйста, как мой скайп выглядит. Добавить меня, я вот вижу, что люди все еще продолжают добавляться. Для чего нужно меня добавить в скайп? Для того, чтобы тогда я вас выберу, да, если я выберу ваш кейс, вам необходимо будет мне позвонить без видеозвонка. Соответственно, все участники и я, мы будем только вас слышать, но не будем вас видеть. Имейте, пожалуйста, это в виду. Вы можете придумать себе какое-нибудь там левое имя, левый город, если вы очень переживаете по этому поводу. Но поверьте, во-первых, точка роста, как и сезонные все кейсы, они не выкладываются в публичный доступ. За исключением, наверное, этой программы. Эта программа, скорее всего, будет выложена на канале YouTube, как демонстрация нашей точки роста. Но опять же, я должен всех предупредить, кто сегодня будет участвовать в разборах кейсов, соответственно, вы должны иметь в виду, что ваш кейс, он будет на канале Невроза Мегаполиса. Соответственно, я вам предлагаю поменять имя и поменять город, если вам очень надо. По каким-то жалобам или по каким-то нюансам узнать вас невозможно, абсолютно, потому что те жалобы, которые вы описываете, свойственны тысячам людей на нашей планете и в вашем городе, ничего себе, вот такие активные. Поэтому бояться вам ничего не стоит, что вас узнают, что вот это Зина, я слышала, что у Зины были панические атаки или Неврозы, я поняла, что это Зина. Нет, конечно же, такого не будет. Так, я понял, что люди продолжают добавляться. Вот, значит, это то, что надо знать. Третье. Я бы хотел, чтобы сегодняшняя точка роста, она была популярна. Популярна в каком смысле? Популярна, слушайте, ну заканчивайте. А что вы раньше в скайп не добавили? Сразу же в письме было написано, добавить меня в скайп. Я хочу сделать сегодняшний урок популярным, а чтобы он был популярным, я бы хотел разобрать кейсы от простого к сложному. Поясню. Я бы хотел разобрать кейсы один-два симптоматических. Например, я бы хотел, чтобы первый кейс касался паники, вегетатики, навязчивых мыслей, то есть симптоматики, да. И это касается новичков, чтобы ребята на YouTube, кто будет эту запись смотреть, чтобы они из новичков для себя подчеркнули, как выглядит разбор и коррекция. Затем я бы хотел разобрать кейсы ребят, кто уже практикует когнитивно-поведенческую терапию, у кого есть некоторые сложности с введением дневников, с введением рационального ответа. Ну и затем я бы хотел разобрать кейсы, кому интересно, какая это причинно-следственная связь или внутренние конфликты, да, потому что внутренние конфликты являются неотъемлемой частью неврозов, да. Соответственно, если кто-то понял в процессе своего консультирования, там, с моим коллегой, или собственным путем понимает и осознает свои противоречия, где человек не может принять решение. Вот у меня, например, сегодня была женщина на персоналке по скайпу с утра, и там вот очень ярко сияет внутренний конфликт, и вообще в последнее время много клиентов, у которых внутреннее противоречие, оно прям очень сильно торчит, я бы так сказал, да. Соответственно, наши неврозы и наше напряжение, оно может возникать из-за просто слишком эмоционального отношения к обстоятельствам, оно вызывает эмоциональное состояние, которое мы ощущаем вегетативно, которое мы ощущаем эмоционально, и начинаем сбрасывать напряжение, используя эпохондрические жалобы или какие-то действия. Либо у нас есть конкретно локальная ситуация в жизни, где само противоречие заключается в том, что вы не можете принять решение, потому что две тенденции «хочу остаться» и «не хочу остаться», или «хочу другого», они подкрепляются тем, что вы не можете принять решение ввиду убеждений, которые мешают принимать решение. Итак, я повторюсь. Первые кейсы я бы хотел разобрать симптоматически. Вторые кейсы я бы хотел разобрать технологически когнитивно-поведенческой терапией. Вот сейчас каждый себя может немножечко туда или иначе отнести. И третий кейс я бы хотел разобрать именно более глубинные, с противоречиями, с какими-то причинно-следственными связями, может быть что-то личное, что-нибудь вот такое. Понятно всем, что имеется в виду? Нет, таблицу мне сегодня сюда отправлять не нужно. Спасибо вам большое. Я не буду иметь времени вашу таблицу проверить. Если вы попадете на разговор кейса, то вы мне расскажете вслух не таблицу, а какой-то пример из таблиц. Например, я попрошу вас, если мы будем разбирать кейс, связанный с таблицами, то я скажу, вот Макс, например, да, ну приведите пример из вашей таблицы. Ситуация, какая эмоция возникает, как выглядят автоматические мысли и убеждения, так или иначе, которые вызывают у вас, как вы видите, эмоциональное состояние. Я посмотрю, насколько вы их полностью можете осознавать. И потом задам вопрос, а почему у вас, в чем проблема, именно в рациональном ответе. Окей, ну что, значит, поехали. Сейчас я последних вот добавлю людей. Скайп. В Скайпе уже сколько народу? Больше двух тысяч человек. Охренеть. Это мой рабочий Скайп. Кстати, вот это название Eurangio83, это мой самый-самый первый рабочий Скайп, и ему уже лет, наверное, ну чуть ли не 15, наверное. Поэтому такой странный слоган, там ни красиков, ничего, а именно потому, что это мой псевдоним, который еще со школы. Вот, поэтому такой странный немножечко Скайп не обращает на это внимания. Так, погнали. Значит, ищем первый кейс. Я бы хотел услышать от вас, с чем у кого не получается справиться. Пишут только те, кто действительно хочет мне позвонить. То есть не пишут те, кто не хочет со мной разговаривать. Потому что если вы напишите свою жалобу, я скажу, позвоните мне, пожалуйста, и вы не позвоните, то вы просто потеряете наше время. Соответственно, пишут только те жалобы, кто хочет действительно поговорить. Я говорю симптоматически, Александр. Вроде бы в жизни все хорошо, но все хреново. Это не симптоматическая жалоба. Три раза было страшно, что потеряю контроль и могу убить человека. И пугалась сильно этой мыслью. Так, где это у нас? Где это, где это, где это? Вот, сейчас отмечу. Так, раз, это про обсессии. Не получается справиться с обесцениванием мамы. Хочу достигать... При чем здесь, блядь, ваша мама? Я говорю про симптоматику. Мама-то ваша здесь при чем? Мать ваша при чем здесь? Не могу справиться со страхом оставаться дома одна. Вот это конкретно. Кольнет где-то, заболит и испуг. Как жить-то? Двое детей, действительно. Если кольнет, все, это угроза. Ну, хорошо, принято. Не получается справиться с агорофобией. Стаж 15 лет. О, стаж, видите, у нас тут стажеры, значит, 15 лет агорофобии не бывает. Сейчас я... Вот давайте вот с этого начнем. Ну, давайте вот, очень интересно. Не получается справиться с агорофобией. Стаж 15 лет. Во-первых, кто поддерж... Эля зовут человека. Эля. Приготовьтесь, пожалуйста, мне позвонить. Эля. А кто поддерживает интересные кейсы, 15 лет у человека агорофобия. Плюсики ставим. Ну, стаж аж 15 лет. Давайте же посмотрим, что это за случай такой. Тяжелый, да, случай, как говорится. Но Алексей Юрьевич не любит легких препятствий. Давайте, Эля, позвоните мне, пожалуйста. У вас агорофобия, стаж 15 лет, как быть? Пожалуйста, позвоните мне в скайпе. Бля, ну вы что, прикалываетесь? Ну, я же просил писать только тех, кто готов. Поэтому у вас агорофобия 15 лет, то, что вы не можете сделать то, что вам надо. Вот такие вот у нас люди. Они мучаются 15 лет, но они не в скайпе. Понимаете? Вот это классика жанра. Понятно. Идем дальше. Не получается справиться, когда я иду по городу, что могу причинить вред людям. Это тоже у нас ОКР принято. Вижу. Не знаю, чего это. Агорофобия очень сильная. Так. Не получается справиться с зависимостью от сладкого, хотя сама помогая людям сбросить вес. Это очень интересно. Да, я сама болею нервной булимией, но помогая людям справиться с нервной булимией. Интересно. А мысли о неврозе самочувствия поднимают вегетативный градус. Отката после изучения медицинской литературы вегетатика маскируется под инсульт. Это сильно. Вегетатика маскируется под инсульт и инфаркт. Ой, о боги. Вегетатика маскируется под инсульт и инфаркт. Это вот сейчас, конечно, можно, мне кажется, тезис года. Это прям сильно. Вегетатика маскируется, это сильно, конечно. Маскировка ВСД. Часть, эпизод третий. Войны, вегетатика и заголовок. Вегетатика начала маскироваться. Да. Отлично. Просто вегетатика маскируется. Это прекрасно. Это шедевр. Так, ну что, продолжаем. Ну давайте кого-нибудь выберем уже. Куда чат делся, черт побери. Ну давайте панические атаки и агорафобии. Еще раз формулируйте вопрос. Сейчас кого-нибудь выберем. Я выношу это больше десяти лет. Вот. Ну вот. Вот, два, вот, 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 вот. Не могу справиться. Где, 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 куда это убежало. Где это? Вот. Агорафобия. О, у нас ставки поднимаются. Агорафобия 17 лет. Из дома совсем не выхожу. Живу в селе. Ну что, давайте вот этот тяжелый случай разберем. посмотрим, как на самом деле выглядит ситуация, потому что это очень частое явление, когда действительно люди считают, что у них агорафобия 15, 17, 20 лет. Наталья Сава звонит нам прекрасно. Наталья. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Привет. Можешь выключить видео. Это не обязательно. А как его выключить? Ну, хотите, оставьте видео, вас не будет видно, вас будет только слышно. Ну, хотите, оставьте. Я вас буду просто видеть, если вам нормально. Ну, пока это, я сейчас сильно волнуюсь, очень. Понятно. Ну, мы все волнуемся, здесь почти 600 человек волнуются, и еще тысяча будет волноваться в кофе. Так, на вас зовут Наталья, правильно? Да, 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 я. Наташ, ну, расскажите, вот вы говорите, 17 лет агорафобия, можете рассказать нам о том, как она начиналась 17 лет назад, и как вы к этой агорафобии пришли, и что, соответственно, происходит? Я попрошу всех в чате замолчать. Спасибо. Я замечала очень давно, что со мной что-то происходит. Еще даже с детства, наверное. А что есть? Вот, и оно как-то вот шло-шло, да, было какие-то напряжения постоянные, какие-то неудобства. Я боялась, что, допустим, меня мама поругает, если я, ну, разобью посуду там и это. И вот оно как-то шло, я понимала, что со мной что-то не так, но... Не знала, куда обратиться, и как, ну, вот до врача что-то я... Подожди, 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 не спеши. Что такое со мной что-то не так? Можно поподробнее? Мама поругает, если я разобью посуду, это я понял. А вот что такое со мной что-то не так? И как началась агорафобия в 17? Сколько вам сейчас лет? Мне 53. Вам 53, соответственно, вы говорите, что 17 лет назад началась агорафобия. Можно 17 лет назад отмотать, как это началось, и что такое не так? Ну, если взять 17 лет назад, то, ну, вот, я и началась с чего, вот, оно вот как-то вот здесь все шло, 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 а мне становилось хуже, хуже. Что именно шло, что конкретно, что конкретно шло, и что конкретно становилось хуже, в чем? Ну, дома, потом, ну, вышло я замуж, ну, на работе были проблемы у нас, где я работала, начальница очень была сильно, ну, сердитая, и вот я все время была в напряжении, постоянно. А что за напряжение было, Наташа? Ну, во-первых, на мой взгляд, был очень тяжелый для меня, я очень умнительная и чувствительная, вот, и, а если еще начинала что-то так заводить, она, ну, и голос такой резкий, она сердит и говорила. Я всегда вот из-за этого напряжения всегда была, а если еще и в кабинете тебе повзовет, из-за чего, там, ну, документы, что-то не так. Я вообще набиралась, так, ну, или выдох, но трудно было даже в кабинет заходить. Хорошо, принято. Я вас понял. А как же началась именно агорофобия, и кто поставил такой диагноз? Ну, сейчас. Так, ну, я, значит, чувствовала, что со мной, это, ну, начались симптоматики, как я из сердца, ну, недавно поняла, что было окружение, там, у меня начались истерики, везде на дороге, где бы я ни ходила, ни ездила. Что значит истерики? Можно поподробнее? Что? Что такое истерики? Начались поподробнее, можно? Ну, допустим, вот я еду в больницу, у меня по-женски были проблемы, постоянно я в больнице лежала. Ну, вот едешь в автобусе, я чувствую, что мне что-то становится в голове, я чувствую, что сейчас я буду плакать. Ну, конечно, раздражали какие-то звуки в автобусе, потому что, ну, в основном пожилые женщины, это бабушки, там, дедушки, и разговор громкий. Вот, и не хватало у меня терпения, я просто дождалась до остановки, чтобы просто выскочить с автобуса. Да, и вот, ну, вот какой-то вот выход выходил, я начинала очень сильно плакать. И когда я немного вот успокаивалась, тогда садилась дальше на автобус, и уже до полежи. Можно вас прервать на секундочку, а про что вы плакали в те моменты, когда вот люди как-то себя вели? Ну, наверное, раздражалась, скорее всего, ну, я думала, ну... Значит, сейчас кто в чате будет комментировать, уйдет отсюда нахер, сразу говорит. Продолжайте, пожалуйста. Что, про что вы плакали, когда вот люди в автобусе или где-то в маршрутках что-то говорили? Ну, по-моему, у меня и тогда не было таких мыслей, я не могу понять, почему. Просто раздражение начиналось, вот какие-то звуки такие громкие, кто-то там, ну, не знаю даже. Вы чувствовали небезопасность в этот момент? Ну, мне хотелось очень выбежать с автобуса, очень хотелось. А можно... Стой, подожди, Наташа, не торопись, пожалуйста. А можно вот сейчас как-то быстро вернуться к вопросу «мама поругает»? Да. А с чем вы могли бы как-то связать вот ваши слезы, когда вы бегали из маршрутки, со фразой «меня мама поругает»? Туда же можно отнести вашу начальницу, которую вы боялись. Как бы мы это могли связать, как вам кажется? Может быть, это обиды какие-то? Обиды какие-то? Иногда, иногда она ругала, ну, как мне казалось, что ни из-за чего. А если мы берем концепцию обиды на маму и концепцию обиды на начальницу, ее страх ваш, и концепцию обиды на людей, которые вокруг вас, то как бы мы могли бы это проинтерпретировать, если мы берем, что это обида и страх одновременно, касается людей вокруг вас? Это похоже на реальность? Что-то трудно сказать мне. Хорошо, давайте я вам задам другой вопрос. А скажите, пожалуйста, как же вы все-таки пришли к агурафогии? И что вы называете агурафогией? Ну вот, мне становилось все хуже, хуже, мне тяжелее стало. На людях, на людях, да, вам тяжелее становилось? Просто идти, у нас вообще-то людей в селе же мало, ну, допустим, из центра идешь, я ходила еще тогда на рынок, и вот идти далеко, и вот идешь, идешь, вот тяжести, голова кружится, и хуже как-то вот становилось. Подожди, остановись, пожалуйста, вспомните вот этот момент, когда вы шли из центра, и вам становилось тяжело, вы тогда что-то боялись, или вы тогда что-то опасались? Да, я опасалась, когда я чувствовала вот эти вот первые головокружения, я сначала не продавала значения, но головокружение бывает у всех, вот, а потом мне становилось намного чаще и сильнее. И да, в какой-то момент я испугалась, я вспомнила бабушка. Стоп, 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 подожди, 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 сейчас про бабушку расскажете. А головокружение эти становились чаще и больше, в какие моменты? Ой, в любой момент. Ну, например. На остановках. Еще. Ну, ты там, больше я ездила, если в поликлинику, то у нас, ну, как бы поселок городского типа, я часто вот ездила, вот стоишь в больнице, допустим, выйдешь, или даже там в поликлинике, когда возле кабинета стоишь. А остановка, поликлиника, еще? Какой-то рынок, в автобус, базар, да, какой-нибудь рынок? Да, да, было и там, они вот везде стали. Скажи мне, пожалуйста, Наташ, а дома, когда вы были в абсолютной безопасности, подобные явления были? Ну, очень сильно было, я стала бояться своего состояния, мне становилось хуже, давление стало больше. Именно дома, да? То есть это было и на улице, и дома, правильно я понимаю? Да. Я боялась одна оставаться, я не могла дождаться, когда или сын придет со школы. Вот, когда вот что-то вот чувствовалось. Либо сын, либо кто должен был прийти? Да, да. А кто еще? Сын, что еще вас успокаивало? Наличие кого дома? Ну, мужа, мамы, если она заходила так. Я наоборот даже звонила, чтобы она пришла. А зачем? И соседей звонила. А зачем ей надо было прийти? Ей, маме, сыну или соседям? Мне так легче, я в безопасности была. Вы так чувствовали себя в безопасности? Да. Угу. Так, стой, подожди. Так, окей, хорошо, я понял. Ага, хорошо. А дальше, как развивалась ситуация, как вы стали все-таки дома находиться? Вы говорите, я 17 лет сижу дома. И кто с вами сидит? Ну, никто не сидит. Муж так же, ну, в поле он работал, механизатор. Угу. Сын, она... С прошедшим его праздником. Что? С прошедшим праздником вашего сукру. А, все рано? Нет, был день сельскохозяйственного работы. А, спасибо большое. Так, вернемся, как же выглядела ваша агорафобия? В итоге, если на открыт, как она по факту сейчас выглядит? Причинно-следственную связь я примерно могу сейчас вам объяснить. А как она сегодня выглядит, ваша агорафобия, все эти 17 лет? А, как? Ну, вот боязнь выходить, что со мной произойдет что-то, и начнется истерика. Я даже не знала, что у меня панические атаки, и я не знала... Стой, 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 ты, подожди, не суетись еще раз, еще раз, суетись сейчас. Сегодня страх выходить одной на улицу, потому что что может случиться? Ну, что станет очень плохо. С чем? Сильно легло окружение. Сердце, если сильно начинает рампать, начинает внутри, или сам делать очень сильно, в голове и в теле. Хорошо, Наташ, я тебя услышал. Скажи, пожалуйста, если мы убираем страх за вегетативное состояние, что небезопасно на улице? Вот мы убрали, убрали тахикардию, да, убрали вот физиологическую компоненту. Что небезопасно на улице? Страх чего? Собак все боюсь. Это понятно. А вот если касается... Что касается людей? Что? Еще раз. Что касается собак, людей, кто там еще бродит у нас? Люди, да, кроме собак бродят? Ну, да. А люди чем опасны? Собаке логично, а люди чем? Ну, нет, вообще-то к людям я нормально вообще-то отношусь. Тогда чем обусловлен ваш страх, если вы выходите на улицу? Ну, наверное, вот из-за симптоматики больше всего. Но я потихоньку вот начинаю выходить. Я раза два выходила, но еще пока сложно. Но после вас... Хорошо, я вас остановлю. Как вы сегодня понимаете, каким образом на улице вдруг возникает симптоматика? Вы же не космонавт, который в открытый космос выходит. Она меня не отпускает совсем. Ну, вот как вам кажется, это выглядит с точки зрения логики? Вот вы выходите на улицу, и вдруг начинается симптоматика. Какой у вас GPS-навигатор, где помещен, что он видит, что вы на улице? Улыбается. Сложно переживать симптоматику. А как она возникает, если... Как организм понимает, что вы на улице? Как вам кажется? Ну, смотрите, у нас же симптоматика не может возникать, потому что вы на улицу вышли, да? Наверняка как-то она у нас образуется на улице. Вот как вы сами лично думаете, почему именно на улице возникает вот такая оказия? Сложно рассказать. Просто очень голокружение, вот это все сильное очень, вот эти вот постоянные давления, и из-за этого пока сложно ходить. Я понимаю, что вам сложно ходить. Как вам кажется, а почему именно на улице это возникает? Ведь организм ваш не видит, что вы на улицу вышли. Вы что, сидите дома, что вы ходите на улицу, ваши органы никак не взаимодействуют с окружающей средой? Ну да, это правда, да. Если это правда, тогда как вы сама себе можете объяснить, что у вас именно на улице вдруг возникает такая симптоматика? Не можете объяснить? Нет, не могу. Хорошо, следующий вопрос. Наташа, скажи, пожалуйста, если с тобой идет муж или сын, как вы себя чувствуете? Ну, более уверенно. Вы слышали, какое вы слово сейчас произнесли? Да, уверенно. Как вам кажется, почему слово «уверенно» для вас могло бы быть фундаментальным? И почему вы улыбаетесь? Поддержка. Поддержка. Ну, это да. Вот теперь послушайте меня внимательно. На улице с родственниками я чувствую себя более уверенно, и я ощущаю их поддержку. Когда у меня возникали много лет назад первые вот эти состояния, я хотела, чтобы пришла мама, муж или сын, и я чувствовала себя с ними в большей безопасности. Не кажется ли вам, что все, что вы сейчас сказали, больше связано не только с самочувствием, но с ощущением небезопасности и с потребностью в уверенности и поддержке? Ну, да, есть такое. Соответственно, не кажется ли вам, что вам надо рассматривать свою плоскость проблемой не в области кардиологии или неврологии, а в области психологической потребности в поддержке и безопасности? Потому что с вашим организмом, Наташ, абсолютно ничего не происходило и не происходит, что доказывает ваше здравствие 17 лет. То есть, если бы у вас возникали какие-то опасные для здоровья приступы, за 17 лет вы бы давно ласты бы откинули. Поэтому я вам честно могу сказать, что то, что с вами происходит на улице, физиологически, да, никакого отношения к угрозе жизни не имеет. Но у нас замкнулся очень такой жесткий рефлекс про небезопасность. И, скорее всего, ваши слезы в маршрутке и вся эта история базируется на том, что изначально, Наташ, вспоминайте, изначально вот эта ваша фраза «мама поругает» и я выходила со слезами из социальных мест и так далее, связана в принципе с вашей базовой неуверенностью и в принципе с вашей, кивает, и в принципе, да, с вашей базовой небезопасностью, еще даже до горофобии. Просто потом вот эта базовая неуверенность и базовая небезопасность стала проявляться физиологически. И вы вменили себе вот это физиологическое проявление как причину небезопасности на улице. Только я хочу, чтобы вы сейчас меня услышали, что работать вам придется не с физиологией, а работать вам придется с базовой безопасностью. Потому что вы очень в кавычках удобно устроились про безопасность, только объяснили себе эту опасность якобы вегетатикой. Но если быть честной, Наталья, то честная ситуация выглядит так. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я с детства и с юности чувствую себя не очень комфортно и небезопасно на людях и вообще чувствую себя не очень уверенной всегда. Так? Да. И в какой-то момент жизни начальницы и там обстоятельства жизни подняли во мне еще больше эмоций, связанные с небезопасностью, незащищенностью. И я испытала головокружение и страх, и не понимала, с чем это связано. И в какой-то момент я подумала, что это опасно для моей жизни, для моего здоровья. И потом я стала пугаться этого и стала звать маму, мужа и сына, потому что с ним мне якобы безопасно, хотя это не так. Соответственно, потом вы просто научились замыкать этот рефлекс, что мне, видимо, угрожает какая-то проблема, и я буду выстраивать некую зону безопасности. И ваша зона безопасности – это наличие мамы, мужа, сына и желательно дома. Потому что я готов с вами провести эксперименту. Если я прилечу к вам и увезу вас на вертолете в любой райцентр, и вы не будете об этом знать, вы будете себя чувствовать абсолютно прекрасно до тех пор, пока вы не поймете, где вы находитесь. И как только вы поймете, что вы находитесь далеко от дома, вы моментально синтерпретируете это как небезопасность и начнете себя пугать. Когда вы начнете себя пугать, вы испытаете вегетативное напряжение, которое себе вмените за опасность. И вот здесь так вы и ошиблись. Поэтому единственное, ваша терапия, берите ручку и записывайте, или запоминайте, потом в копии пересмотрите. Первое – это понять, что вегетативное состояние на улице не является угрозой и опасностью. Второе – понять, что на самом деле ваша тревога, возникающая на улице, идет из вашего убеждения про небезопасность на улице. Третье – вам придется ежедневно выполнять определенные упражнения на улице, а именно больше проводить там времени. Первое время вы выходите к подъезду или к калитке, сидите возле калитки. Конечно, вам будет иногда кружиться голова, вы будете чувствовать себя нехорошо, потому что вы будете поднимать тревогу из-за ощущения небезопасности. В этот момент, Наташ, вам надо себе четко ответить, что ни с сердцем, ни с сосудами проблем нету, это привычка ощущать себя не в безопасности. И так каждый день. Калитка, чуть дальше, калитка, чуть дальше, калитка, чуть дальше, потом калитка, сельмак, сельмак, калитка. И каждый день вам придется сталкиваться с привычкой чувствовать себя небезопасно. Но эту привычку можно разработать, только показывая собственным поведением безопасность этого состояния. Делали ли вы подобные упражнения? Стараюсь делать. Я только вот начала. И то я подбираю момент, чтобы чуть-чуть мне полегче идти было, потому что начинаешь, когда давление очень сильно распирает везде, внутри. Хорошо, давайте сделаем так. Давайте сделаем так. По поводу давления и всего остального. Вы можете проконсультироваться у вашего врача. Какие препараты можно принимать для снижения артериального давления или его балансирования? Это первое. Второе. Необходимо понять, насколько вам необходимо начать передвигаться. То, что вы 17 лет двигаетесь по такому привычному себе маршруту, говорит о том, что вы выстроили определенный образ жизни, безопасности. Понимаете? И я не на 100% уверен, что вы вдруг хотите начать ездить одна в любой конец города. У меня есть в большей степени убеждения сейчас и ощущение того, что вот вы выстроили некую концепцию безопасности. Кто с вами живет? Муж. И? Ну, сын живет в городе. Как они поддерживают ваше поведение? Они за вас что делают? Ничего. Ну, как же вы тогда живете? Вы дома сидите? Как долго? Ну, что же вы делаете? Вы дома сидите или что вы делаете? Да, да, я дома сижу, я не работаю. А как вы объясняете мужу и сыну, что вы дома сидите? Ну, они знают мою проблему. И как вы им объясняете вашу проблему? Что трудно. Но правда заключается в том, что мама на улице чувствует себя небезопасно. Ну, сейчас я не... Надо научить маму чувствовать себя на улице безопасно. У меня к вам последний вопрос. Скажите честно, вы хотите на улице чувствовать себя в безопасности или нет? А почему? Тогда вам придется ежедневно доказывать себе безопасность на улице. Теперь проверочный вопрос. С чем связано ваше физиологическое состояние на улице? С какой-то болезнью или с привычкой себя пугать? Наверное, пугать. Вы сомневаетесь? Да. А что заставляет вас сомневаться? И где эта болезнь за 17 лет, которая не явилась? Алексей, я не сказала, наверное, это важно. У меня была... Гормональный сбой был. И вот, наверное, из-за спрессии, скорее всего. Но сейчас с гормонами нормально все. Просто вот осталось вегетатика. Это не имеет никакого отношения. Вы... Послушайте, абсолютно. Вы человек, который с детства базово в небезопасности. Поведение мамы мы сейчас трогать не будем. Но если бы вы были моей клиенткой, я бы вам очень быстро показал, как ваше поведение мамы и взаимодействие вас сделало вас по жизни с ощущением небезопасности. Многие сейчас, ваш кейс откликается у них, потому что они так же, как и вы, чувствуют себя по жизни небезопасно. Это связано именно с поведением в детском периоде. А потом просто это небезопасность. Вы перекинули на некоторое вегетативное проявление, посчитав это причиной вашей проблемы. И уборолись, в кавычках, идеей того, что небезопасность из-за вегетатики. То есть сначала небезопасность выглядела в виде просто социального взаимодействия, а потом якобы небезопасность связана с вегетатикой. И вам придется объяснить и доказать себе безопасность вегетатики. И дальше прорабатывать, Наташенька, безопасность социальную. Скажите мне, пожалуйста, если вы сегодня окажетесь в социальном месте, в магазине, торговый центр, вне наличия вегетатики, как вы выдерживали взаимодействие с людьми? Нормально. А как именно нормально? Ну, разговариваем нормально, а я, наоборот, рада видеть человека вот это. Хорошо. Я очень хотела выходить из дома, я очень хотела... Значит, нам... Значит, супер. Значит, нам с вами придется, Наташ, на поведенческом уровне доказать в себе безопасность вегетативного напряжения. Понимаете? Какими, еще раз проверочный вопрос, упражнениями вы будете доказывать безопасность? Выходить из дома. Конкретнее. Какими дробями? Сначала до калитки, а потом... Когда у вас... Хорошо, молодец. Когда у вас поднимется вегетативное напряжение, что вы будете себе говорить и что вы будете делать? То это не опасно. Почему? Аргумент какой? Какой аргумент вы себе приведете, что это не опасно? Вот видите, у нас есть проблема с аргументацией. Уже второй раз вы здесь делаете паузу, потому что вы убеждены, что это опасно. Окей, встречный вопрос. Если это опасно, почему за 17 лет вы не отъехали? Второй вопрос встречный. Если это опасно, покажите мне диагностированную болезнь. Вы понимаете, что вы себя обманываете? Что вы испытываете страх на улице, а не приступы. Именно поэтому вы живы. Вы привыкли чувствовать небезопасность на улице, спутав это с какой-то физиологической бякой. Наташенька, вам придется двигаться на улице, объясняя себе, что это не физиологическая бяка, а это я себя пугаю. Понятно? Я желаю вам успехов и надеюсь, что я услышу ваши результаты. Да, пожалуйста. Алексей, можно спросить вас, а как-то вот к этому обиды к маме, это как-то сочетается тоже? Конечно. Это сочетается непосредственно, потому что ваши обиды к маме и все вот эти обстоятельства, они создали вас не совсем стабильно и эмоционально. Ваши слезы в общественном транспорте, слезы, если кто-то делает как-то ярко, или остро, или эмоционально. Вы базово человек, но если хотите, вот если представить, вы меня не видите, да? Вижу, вижу. Я это свернула. Вот если вы представите себе законченную личность, то вот эта обида на маму, на ее поведение, оно изначально сделало вас немножечко незащищенной. И вот это лично, это мы называем личные границы. Именно поэтому, когда вы выбегали в слезах из общественного места, и вот так вам было социально дискомфортно, это напрямую связано с обидой с мамой и так далее и тому подобное. То есть поведение мамы, обиды, гнев на нее и так далее, это формирует вашу личность небезопасную, тревожную и так далее. Но сейчас, сейчас, надо начинать вашу терапию с рефлексорного доказательства, что вы испытываете страх на улице. То есть, если бы вы были моей клиенткой, я бы сделал так. Я бы сначала про маму обиду вообще бы ничего не говорил. Сначала мы бы научились ходить хотя бы в рамках 5 километров, ну хотя бы. Потом бы мы спокойно по селу передвигались. А затем мы бы с вами начинали бы оттачивать взаимодействие с людьми, прорабатывать вот эту обиду и быть более социально устойчивы к разным мнениям людей. Потому что, когда начальница поднимает голос, когда начальник или еще кто-то там что-то говорит уверенно, вы сразу зажимаетесь. Да. Потому что это и есть та самая мама, которая ругала вас за каждую штучку. Можно еще от вас, ну, совет или рекомендацию еще на один момент? Давайте только быстренько. Хорошо. Почему я не могу, когда, ну, телевизор, допустим, громко или муж начинает какую-то там переключатель на каналы, меня это раздражает? Я готов ответить на ваш вопрос. Любой громкий звук, будь то телевизор, будь то муж, будь то начальник, будь то общественный транспорт, он вас не только, он вас не раздражает. Вы чувствуете небезопасность, это угроза. Вы чувствуете себя дискомфортно, потому что наверняка мама кричала. Да, ну, было. Вот. Соответственно, вот эти все громкие звуки людей и так далее, это и есть та самая ваша дыра в безопасности. И вы спутали вашу вегетатику с основной проблемой. Наташенька, я вам желаю перестать бояться вегетатики, понять, что вы ошиблись много лет назад, начать передвигаться по селу, прекрасно работать на селе, радоваться жизни, взаимодействовать с друзьями и дальше уже заниматься именно ощущением безопасности себя как личности. Окей? Да, спасибо вам большое. Я желаю вам успехов, пожалуйста. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Так, значит, разбираем этот кейс. Я не просто так его немного затянул, потому что я прекрасно понимаю, что наши ребята, которые сейчас присутствуют и будут смотреть записи, очень много снежных проблем. Вы поднимите, напишите плюсик, кому откликнулось это, про безопасность, про базовую небезопасность, про избегание, про перепутали с вегетатикой. Вот. Поэтому я в этом кейсе и затянул разбор, потому что я хотел показать и ошибку, связанную с вегетатикой, надеюсь, вы это все запомнили, повторять не буду, и базовую небезопасность. Увидели, как наша коллега перепутала? Поднимите восклицательный знак, кто понял причинно-следственную связь? Базовая небезопасность, базовая тревожность рождает вегетативное напряжение, которое пациент путает с угрозой, формирует помогающее поведение безопасности в виде мужа, дома, сына, мамы и так далее, замыкается стимул реакции подкрепления комфортом, только объясняет она это вегетативным проявлением. Все это поняли? Разомкнуть этот рефлекс конечно не сложно, просто когда человек 17 лет верит в угрозу, ей придется потратить на это время и моральные, волевые силы, скажем так. Окей, идем дальше, я бы хотел сейчас разобрать кейс про ОКР, кто боится кого-то убить, потерять контроль, заболеть шизофренией, пишем, я боюсь потерять контроль, я боюсь убить, мучаюсь и так далее. Окей, идем дальше, мнительный доскачивый, пожалуйста, попозже это, ощущение, сердце страдает от психосоматики, так, это все много, я клиент ОКР, считаю, что запах изо рта делает жизнь, так, это мы не будем трогать, сейчас, не надо про запах изо рта нам, пожалуйста, я боюсь быть плохой, понимаю, что от этого мысли не очень полно, я боюсь убить людей, когда иду по городу, после болезни появились панические атаки, избавилась, но через пол, полгода, год, они возвращаются вновь и вновь, мучаюсь уже 10 лет, Алена, я тебе сейчас кидаю ссылочку, спустись вниз чата, вот тебе канал телеграм, я буквально сегодня выложил аудиоподкаст, почему возвращаются панические атаки, как от этого избавиться, заходи в телеграм-канал, и там прочитаешь, послушаешь ответ на этот вопрос, пользуйся на здоровье, я боюсь убить детей, ощущение зашкаливающей тревоги, бессилия, безысходности у мамы подростка, аутисты у него постоянно где-то так, особенно забавные аргументы, оценочные суждения, не помню, так, ну где же наши укрепщики, страх, отравление, не надо, спасибо, я боюсь сойти с ума, или сделать суицид, у меня зацепенность на развитии, не могу справиться с неврозом, навязчивость, тебе семнадцать лет, так, у меня не было в 2003 году, я боюсь заболеть из-за пиренеи, у меня тревоги, мысли, навязчивые, кажется, что у тебя голова горит, горит голова, это немножечко другое, я проверяю по десять раз, ветвый газ, вот, после рождения ребенка проявились мысли причинить ему вред, не понимаю, как, кто я есть в жизни, Денис, вот, давайте мужчина у нас как раз, очень частая жалоба, она стандартная, и все, кто сейчас писал про ОКР, на этом кейсе, могут это увидеть, женщины и мужчины, после рождения ребенка, очень часто, начинают испытывать обсессии, или навязчивые мысли, по поводу того, что они причинят ребенку вред, плюс у человека пишут, что у него нет понимания, кто я есть в жизни, Денис, пожалуйста, позвоните мне, Денис, давайте разберем, стандартную историю про ОКР, именно про страх заболеть шизофренией, туда же потерять контроль, вы не звоните, но мы не слышим вашего звонка, я уж точно, давайте еще раз, все-таки попробуйте это сделать, Денис, давайте, не будем терять время, камон, Денис, пожалуйста, иначе мне сейчас придется забыть кого-то другого, на скайп надо звонить, а не по телефону, Денис, я надеюсь, страх потерять здоровье, быть парализованным, да, это Руслан, это не Денис, мне Денис нужен, Денис, 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 в зависимости от сладкого, да, напомню только, у вас все то же самое, я хочу просто с мужчиной поговорить, чтобы было паритетное равенство, гендерное, а то подумай, что я только женщинами работаю, что у мужчины страх причинить ребенку вред, что у женщины причинить ребенку вред, что у мужчины страх заболеть шизофренией, что у женщины заболеть шизофренией, он одинаковый, я вам сейчас покажу, как это выглядит, хотите, вот сейчас только Денис, идет цифры, наконец-то, провафлил он, Наталья, не надо никуда звонить, мы Дениса ждем, Денис, давай, те последние 30 секунд, если ты провафлишь, то ты провафлил, вот видите, как вы относитесь очень интересно к вашей терапии, у вас есть прекрасная возможность, вы ее проебываете вечно, это касается и терапии, это касается жизни, это касается возможностей, обстоятельств, просто потому, что вы распиздяйством заняты, Денис, Денис, так, все, окей, девушка Наталья, которая боится потерять контроль и причинить вред детям, позвоните мне сами, пожалуйста, тоже, тогда вы, Денис, сори, ты провафлил ситуацию, Наташа, давайте, вы говорили, что у вас такая жалоба, я вас готов выслушать, Наталья, все-таки, Денис, реабилитироваться, Денис, вы решили реабилитироваться, да? Прости, Леш, я, прости, я, я с работы, так, рассказывайте, пожалуйста, что за страх причинить вред детям после их рождения, пожалуйста, поподробнее, Да, а, во-первых, хочу всем сказать, здравствуйте, Леш, я у тебя проходил очную терапию, и... Подожди, я не слышно, что проходил? Денис, я тебя не слышу, повтори, пожалуйста, что ты проходил. Алло. Да, 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 я здесь. Давай, еще раз, теперь я тебя слышу еще раз, всем здравствуйте, я проходил. Проходил терапию у тебя, как-то мы с тобой занимались, очно, у меня были совсем другие проблемы, у меня еще не было тогда ребенка, но когда... Когда это было, напомни, когда это было? Это было где-то году в семнадцатом, шестнадцатом, где-то так. На что ты жаловался тогда? У меня были очень жесткие предупреждения в плане «мне все должны», я психовал, что мне не уступают дорогу, я психовал, что на работе она отреагировала не так, как я хотел, и все такое. Как сегодня с этим дела обстоят? Абсолютно все поменялось, я уже когда смотрю твои сезоны, я был на шестом сезоне, я, честно говоря, подключился, ну, в смысле, в работу, занятия так седьмого, потому что я уже все абсолютно понял, что ты хочешь сказать про эту вегетатику, про эту физиологию. Хорошо, давай не будем терять время. Хорошо, молодец, супер. Что сегодня привело? Расскажи про это сомнение в себе. Появился ребенок, и где-то месяца два до этого события у меня росло напряжение за счет, так сказать, как называется, ну, не внутреннего конфликта, а за счет неразрешенных обстоятельств в плане, кто я в этой жизни есть, то есть самоопределение, профессия, польза и так далее. Вот. И никак это напряжение все не снималось, потому что я так, собственно, и не мог найти, что ли, себя, свое дело. У меня были только какие-то, как-то сказать, технические характеристики себя, да, которые, ну, на уровне я точно хочу этого, но точно не хочу этого, но не более. Или что-то вроде... Когда появился ребенок, опишите обсессии, пожалуйста. Когда появился ребенок, у меня случилась где-то, наверное, вторая, может, паническая атака, потому что я его кормил, сидел с ложечки, кормил, и у меня что-то там в висках стукнуло, и я как бы был не готов. То есть, панически это очень просто все решается, но в тот момент я был не готов, потому что я впервые был один с ребенком. Вот. И все как по накатанной сначала, это осознавание. Ты успел отловить то, как ты себя испугал? Да, конечно. Конечно. Как ты себя испугал? Я испугал, что я сейчас свалюсь, и ребенок останется один, и как бы, ну, что будет? Жена ушла на массаж, бабушки с дедушкой нет. И что будет? Ребенку будет плохо. Он либо вывалится из этой самой штуки, где его... И что ты будешь себе думать, если так случится? Это... Это ужасно. Я знаю, что я сейчас катастрофизирую, но... Нет. Что будет ты? Что ты будешь думать, если бы так и произошло? Что я говно. Стоп. Я какой-то, понимаешь, не такой... Стоп. Я понимаю. Останавливайся. Я готов, в принципе, тебе сказать все, что с тобой происходит уже сейчас. Там сколько мы с тобой говорим? Пять минут? Но мне интересно вопрос тебе задать. Вот ты со мной давно знаком, да, ты вот там был и там, и там, и сям. Ты сам, какую причинно-следственную связь видишь, проблему? Потому что я могу тебе сейчас показать, и ты увидишь все. Но я хочу тебе вопрос задать. Ты... У тебя есть гипотеза какая-то? Гипотеза... Мы давай сейчас не про тот случай с ребенком говорим, а вообще, что со мной происходит. А он у тебя одинаковый. Он у тебя, что этот случай с ребенком, что у тебя в целом сейчас происходит страх. Какой у тебя сейчас страх, что ты... Что там с ребенком делаешь? Ну, в тот... Сейчас, ну, просто двинуть ему прям, взять и резко, как... с кулачища, как дам ему... Как с ноги, да? Как этот самый... Нет, с руки. А что не с ноги? Ну, блин, с ноги... Это долго. С ноги эффективно. Ну, что, как это долго? Ты обижался, дал... Это долго. А вся, вся боль ОКРщика во внезапности. А, вот оно что. Это точно. Ну, ты обижался с ноги внезапно. В чем проблема? Ну, блин, с руки, это же быстрее. А, быстрее. Отлично. Внезапно. Так, какая еще внезапность у тебя там в голове? Ну, то же самое, кстати, к жене. Могу еще жену в мыслях. В мыслях. Хорошо. Еще... Так не трогай. То есть ты жалуешься и сейчас мне именно на вот эти мысли, которые тебя преследуют? Ты знаешь, это такая связка. Они как из двух сосудов, переливающихся... Я понял. Я понимаю, что, конечно, у каждого... Хорошо, тормози. Денис, а если бы ты двинул бы ребенку и жене, что бы ты о себе думал? Слушай, ну, во-первых, моя жизнь, которую я хочу, чтобы она нормализовалась, она закончится. Ну, как бы... Каким образом? Нормально. Каким образом? Ну, меня повезут куда-нибудь, или я сам скажу, ребята, я болен, давайте что-то делать, изолируйте меня, и все такое. Это подтвердит, что ты кто? Я, ну, какой-то никчемный придурок, который не может нормально жить. Подтвердит, что я никчемный. Что еще ты будешь думать о себе, если так случится? Нет, я никчемный, прости, ненормальный. Короче, какой-то у тебя батя, вот, ненормальный. Вот так вот сказать. Как ты сказал недавно, я говно. Ну, да, понимаешь, у всех нормально, все радуются жизни, ездят и покупают там, детям книжки и велосипеды, а я хожу и думаю, а ударю его или нет. А ударю, ну, вот это, понимаешь? Да. И когда ударил, то все, ну, не то, что там, мне... Это докажет, да, это докажет, что я... Да. Ненормальный. Что я ненормальный. Супер. Да. Хорошо, у меня к тебе вопрос, Денис. До рождения ребенка, где-то месяца так, когда жена была там, на пятом, шестом, седьмом месяце, чем ты занимался в жизни? Чем я занимался в жизни? Ну, я вообще по профессии звукорежиссер. Я творческий человек, все такое, у меня есть канал на ютюбе, соавторствует там, с человеком еще одним. То есть, я занимаюсь видеосъемкой и звукорежиссурой. Вот. В какой-то момент, как раз в тот момент, когда я к тебе и обратился, я ушел с этой работы и перешел на абсолютно другую работу, чтобы как бы отдохнуть, потому что, ну, она меня достала. Хорошо, вопрос, что ты думал о себе на третьем триместре беременности жены? Что я, что я, короче говоря, как тебе сказать, ну, хреново я, короче, отец. Живем у родителей, там, вроде купили какую-то квартиру, накупили в качестве вложения, то есть, своей квартиры нет, как-то, ну, своего угла нету, то есть, и плюс я еще не определился, кто в жизни, ну, как-то вот так вот это все, понимаешь, как-то вот. теперь замолкай и слушай то, что я хочу тебе сказать. И все вот наши коллеги, кто слушают, да, очень внимательно сейчас это послушайте, потому что вот вам очень простой, живой кейс, как у людей возникают обсессии по принципу, а вдруг я убью, Кристина, оригинальная, а вдруг я убью, а вдруг я это сделаю, а вдруг я то сделаю, ну и так далее. Вот смотрите, как это в жизни, не в книжках, а в жизни выглядит. Вот перед вами живой человек. Значит, Денис, судя по всему, где-то на четвертом, пятом, шестом, седьмом месяце беременности жены и вообще в целом твоя, ты стала себе, как и человек, и думать достаточно хреново. То есть, ты начинаешь постоянно в тот период подвергать себя некому моральному угноблению и сомнению, а какой я? А я нормальный? Чего-то я какой-то не такой. То есть, ты начинаешь нарастать, наращивать неуверенность в себе. Ты начинаешь на... Что? Прости, я просто чуть-чуть подкорректируюсь. Не совсем так. Дело не в том, что я себя... Я знаю, что я не такое уж и говно. Ну, как бы объективно, понятно это мне. Я себя гноблю в том, что я говно именно в плоскости того, что все мои одноклассники нахрен всегда знали... А, нельзя мотивиться, Они после того, как закончили 11 класс, они все, мать его, знали, куда они пойдут и кем они будут и писали в анкетах, что они будут космонавтами. А я выпустился как говно в проруби. Я не понимал, что мне делать. Я до сих пор не понимаю, кто я, что я, понимаешь? И даже моя жена, она дизайнер, и она знает, чем она любит заниматься. Я вот в этой плоскости, понимаешь, себя гноблю, что как, ну блин, ну не может человек просто родиться и быть никем. Если ты не берешь терпение, то услышишь ответ на свой вопрос. Прости. Да, я научу. Я повторюсь. Итак, живет человек, который в принципе по жизни подвергает себя постоянно самокритике и самогноблению. В какой сфере и в какой плоскости для УКРщика это не столь важно. В данном случае наш клиент говорит о том, что вот все типа нормальные, а я не очень, потому что вот все знают, а я не знаю. Вот у всех как-то нормально, а мы вот у родителей живем. я вот все знают, кто я по жизни, а я не очень. То есть он начинает постоянно наращивать собственное самокритирование, тем самым поднимая собственную базовую неуверенность в себе самому. В себе самом. И вот потому что все УКРщики это все люди, которые неуверены в себе как личности. То есть это люди, которые сомневаются. теперь возникает следующая череда. Его жена начинает уже подходить к родам. Как я вижу, за два месяца до рождения ребенка это напряжение потихонечку начинает усиливаться, потому что что такое новорождение? Новорождение это ответственность. Новорождение это какая-то как сказать ответственность, значимость, важность. И человек, который базово, как он говорит, не знает кто он, не знает что он, не знает справится ли, а как вот это, а как вот то, начинает поднимать его плавно градус. В какой-то момент, когда он остается один, наедине со своим малышом, он его там купал или что делал, у него начинает подниматься напряжение со словами я, он даже это не отследил, я один с ребенком, жены нет, никого нет, и выглядит это концептуально так, а я такой неуверенный, а я такой непонятно кто, а я вот такой сикой не пришей рукав, и тут один с ребенком. И то, что он описал, это было состояние как раз вегетативного напряжения, связанного с повышенной тревогой, которую он сам себе вменил ввиду того, что я один с ребенком, и это может быть как-то небезопасно. Он испытывает это состояние тревоги. Это первый эпизод. Следующее, что происходит, дальше, его неуверенность и недоверие себе самому начинает расти, что если я один с ребенком, а вдруг я причиню ему вред, а вдруг я не сконтролирую себя, а вдруг я не сконтролирую себя настолько, а вдруг я не сконтролирую себя настолько, то есть Денис, слушай меня внимательно. все твои обсессии по поводу ударить ребенка, по поводу ударить жену, по поводу всего этого имеют один стержень. Я не доверяю себе, потому что я сам себя унижаю тем, что я себе вменил, что я простите меня за выражение говно, потому что я не знаю, кем я буду, потому что я не знаю, чем сначала сам себя законтропупил под названием я дерьмо, а потом ты сам говоришь, ну как это дерьмо может оставаться наедине с ребенком, а вдруг это дерьмо что-то сделает, ну как это дерьмо, и ты начинаешь опасаться всяких фантазий, отвечающих на вопрос, как я сейчас могу, внимание, доказать себе и окружающим, что я такой, какой я думаю, и у тебя, как у многих у вас, приходит гениальная творческая мысль в голову, ага, я могу доказать себе и всем, что я плохой, если я сейчас не сконтролирую и что-то сделаю, если я возьму это, и ты начинаешь фантазировать, как ты не сконтролируешь и как ты докажешь себе и окружающим, что все нормальные, а ты ненормальный, поэтому терапия твоя заключается в двух шагах, бери ручку, пиши. Первый шаг это объяснить себе, что твои обсессии ударить ребенка, ударить жену носят характер не призыва, не желания, они носят характер сомнения в себе, и даже если мы тебя руки отпилим, ты все равно потом себе придумаешь, что ты башкой будешь ебашить жену в лоб, понимаешь, это дело не в руках, а дело в том, что ты себе будешь придумывать, как ты сейчас можешь доказать, что ты плохой, поэтому первое, объяснить тебе, что вот эти обсессии, а вдруг это, а вдруг я не справлюсь, а вдруг я один с ребенком, а вдруг я это, это привычка в себе сомневаться, ниже пишешь, на основании того, что я сам себя унижаю, поэтому здесь же ниже пишем, задача перестать себя унижать, потому что я там не определился с профессией, перестать себя унижать и считать говном, что я там чего-то не успел сделать, перестать себя огнобить и унижать, потому что я живу там у родителей, перестать сам себя профанировать, что я живу там и не достиг таких-то результатов, это первое, Второе, на поведенческой части терапии, тебе надо на поведенческом уровне доказать самому себе, что ты можешь один с ребенком купаться, один с ребенком гулять, один с ребенком спать, нянчиться, наоборот, пытаясь больше вовлекаться в этот процесс, тем самым доказывая себе на поведенческом уровне, что ты не говно, а что ты уверенный в себе папа, который может поменять, подмыть, покупать в марганцовке, прогуляться, накормить, уложить, спать и так далее. А если у тебя что-то не получится, ничего страшного, мама тебя подстрахует. То есть ты должен не избегать вот этого контакта с ребенком. Третье, ну и классическая, наверное, рекомендация, перестать считать обсессии доказательством того, что ты какой-то точно плохой. Ты должен себе четко сказать, я испытываю эти обсессии, потому что я фантазирую, как я боюсь сам себе и окружающим доказать, что я дерьмо. Понимаешь, о чем я говорю? Теперь своими словами, как ты понимаешь причинно-следственную связь и путь устранения, если в двух словах? В двух словах нужно перестать, это самое главное, что я понял, самому. Я вот это просто не отловил, то есть как данность принял, а что я сам себе, сам себя убеждаю в том, что это не норма и в том, что это что-то не в порядке. Ты сейчас цепляешься, это не норма, к обсессиям и к страху, а я хочу, чтобы ты чуть дальше... Я имею в виду не норма, а то, что я еще не определился и что вот я такой. Абсолютно верно. Да. Ты понял, что ты сам себя унижаешь, подрывая свой авторитет перед самим собой? Я понимаю, да. А нахера ты это делаешь? А, понимаю. Нахера ты сам подрываешь... Не, подожди, вот задай, ответь мне на вопрос. Ты сам подрываешь авторитет перед самим собой, приводя себе доводы. Я говно, потому что, двоеточие, это, 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 и ты веришь в это. И потом, оставаясь с ребенком там наедине, ты действительно видишь, как это говно может одного ребенка нянчить. А вдруг что этому говну придет в голову, и я точно докажу, что я вот такой. Потому что у меня есть только одна норма, которая у меня впиталась, которая во мне заложена, не знаю, неважно откуда. У меня есть только одна норма, да, про которую я тебе говорил. Это определение, там, любимое дело и все такое. Вот у меня есть только одна одна, что человек должен... И ши четвертый Blackpong. Да. Вот это человек, глядь, должен. Вот запомни сейчас мои слова. У тебя есть глупое, железобетонное, архаичное определение, кто такой нормальный пацан. Нормальный пацан это... Какой? Перечисляй. Тот, у кого есть дело в жизни, любимое дело, тот, кто знает, чего он хочет, тот, кто... Кого не терзают сомнения по поводу, а правильно ли я дорогой иду. Еще. Пожалуй, наверное, все. Я даже не буду говорить про квартиры и машины, потому что для меня это... Дэнджи, вот всю эту шляпу выписываешь себе, значит, на лист бумаги, кто такой нормальный пацан, и начинаешь сам смотреть на то, как ты уконтрапупил сам себя. Ты сам себе сказал, вот надо быть вот таким, и если ты в это не въезжаешь, все это говно, которое даже не может с ребенком понячиться, ты сам себе враг. И когда ты вот эти свои убеждения напишешь на бумаге, и начнешь каждое из них опровергать, ты перестанешь сам себя профанировать, и начнешь к этому относиться более рационально, тебе уже станет легче. Когда ты к этому подвернешь концепцию о том, что я просто настолько сильно сам себя унизил, потому что я сам не вписался в свои ворота, что стал сам сомневаться в себе, потому что, говоришь, если бы у меня было это, 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 я бы вообще был ребенком 24 часа в сутки. Но поскольку у меня этого и этого нет, я такое говно в себе неуверенное, поэтому ребенка мне доверять нельзя. Тебе можно доверять ребенка, даже если ты просто сидишь и пердишь в диван с утра до вечера. Мы не говорим, хорошо это или плохо, концептуально, но в целом с психиатрической точки зрения. Понимаешь, о чем нет? Я тебя поминал. Поехали, твои действия еще раз, своими словами. Еще раз, значит, я себя должен перестать оценивать. Ты выписываешь все на основании. Еще раз. Да, я выписываю все пункты, которые, ну, которые говорят, каким я должен быть, чтобы быть нормальным, опять же, по моему мнению. Перестать себя за это гнобить, за то, что я не соответствую. Ты должен сформулировать в себе очень четкую позицию. Да, действительно, сейчас нет, но потому что и там у нас идет классический Элис. С опровержением. Да, это я знаю. Да, 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 да. Это я знаю. Дальше. Дальше. Продолжай. Так, это что касается общих стратегий. Что касается ребенка, я просто с ним провожу время и даю себе понять, что я, что мне можно доверять ребенку, что я не ударил его. Я себе должен доверять. Запомните все укверчения. Вы, блядь, сука, себе не доверяете. Вы настолько себе не доверяете, что вы порой не доверяете даже тому, что вам в голову приходит. Вы настолько не доверяете себе, что вы порой говорите, блядь, я хочу кококом или спрайт, я не знаю это, я хочу, а может быть, это еще. Вы настолько себе не доверяете, что вам надо сука перепроверить. Вы настолько себе не доверяете, что вам надо 330 раз проверить. Вы настолько себе не доверяете, потому что вы сами себя убедили, что вы говно, и от этого сами себе не доверяете. Отсюда ваши сомнения, как сейчас это говно проявится в жизни, или поведение чтоб не быть говном надо много раз перепроверить дэн понятно я понял красавчик я помню если пойдешь на точку роста потом напиши как у тебя получается хорошо хорошо да спасибо спасибо хочу так небольшой комментарий значит смотрите первое что нужно понять на примере дениса надеюсь вы все поняли что я в этом кейсе попытался очень объемно объяснить концепцию психогенного окр кто понял что такое окр пожалуйста заметьте мы потратили на дениса на минут 20 25 25 минут во многом сейчас многим объяснила то что они годами пытались психоанализа помет или ходили по врачам я не час не себя хвалю просто объясняю что это несложно концептуально понять поясню своими словами схема окр ящик еще раз слушайте меня и записывается окр ящик имеет очень жесткие ригидные негибкие убеждения кто какой он хороший и за что он хороший и когда он не вписывается в это он начинает верить что он какой то не такой что он какой то плохой все он какой то негодный его сомнения в себе становится хроническим эти сомнения в себе постоянно заставляет его сомневаться а это я правильно выбрал а это правильно сделал это я правильно хочу а я правильно выбираю или правильно дело у кого так поднимаем руки от этих сомнений у него начинаются тревожные сомнения а если я об этом подумать если об этом подумал по начать я об этом думаю и они начали подвергать семью собственной мысли и вот так вы и загонять себя вот обсессивный и компульсивное состояние где вы подвергаете сомнению не только свои выборы, взгляды, действия и поступки, но и даже мыслительный процесс, понимаете? И потом все это закручивается в поведенческую концепцию, что бы ни случилось, надо проверить, а что я об этом думаю, и пошло, поехало, вот и все. Справиться с этим можно следующим алгоритмом. Вы выписываете четкие вот эти рамки, выписываете то, как вы сами подрываете в себе авторитет, выписываете сами, как вы себя гнобите, потом выписываете, как вы занимаетесь профилактикой, какие обсессии вам мешают, как вы себе подвергаете сомнениям, перестаете сопротивляться этим обсессиям, начинаете не делать ритуалы, чтобы доверять себе, я не сделал, я себе доверяю, я не сделал, я себе доверяю, а оставляете эти сомнения, начинаете на поведенческом уровне больше делать то, за что вы себе будете доверять, и уровень ваших обсессий и компульсий будет прямо пропорционален способности себе доверять. Супер, спасибо, спасибо вам. Следующий кейс я бы хотел на примере эмоций. Пожалуйста. Ребята, я еще раз говорю, кому нравится, приходите на 8 занятий таких вот точек роста. Не пожалейте время. Если кому... Володя, скинь ребятам, пожалуйста, ссыль. Если вы были на СИЗО, мне это 3 тысячи всего стоит. Если вы были на женском, 4. Для всех остальных 5, но это не все деньги мира. У меня 50-минутная консультация, 5 тысяч стоит. Тут тебе за 5 тысяч весь кейс, ну все кейсы. Поэтому вот просто, возможно, вам это очень сильно поможет, как и сейчас. Идем дальше. Я бы хотел сейчас поговорить о каком-нибудь кейсе по поводу эмоций. Кто хочет поговорить по поводу эмоций, гнева, ревности, обиды, каких-то вот эмоций, но желательно, чтобы эти кейсы были из истории, где вы знаете когнитивную терапию. Поэтому я сейчас попрошу написать жалобу. Не могу справиться с такими-то эмоциями только тех, кто хотя бы знает принципы ведения дневника. То есть я хочу, чтобы сейчас написали кейсы те, кто понимает, о чем будет идти речь по поводу должествования, по поводу ожиданий, по поводу аргументации, по поводу преувеличения, и хотя бы знает, как выглядит иррациональный ответ. Соответственно, поехали. Не могу справиться с такими-то эмоциями. Володь, скинь потом ссылку, когда я кейс начну разбирать, чтобы она была статична, чтобы ребята ее не потеряли. Не могу справиться с гневом и злой. Существует давление стороны своей крови, так это не туда. Хочу опять быть сексуальной. Интересно, что мешает. Чуть попозже. Я знаю всю, понимаю, но не могу успокоиться. О чем это? Непонятно. Не могу справиться со страхом отвержения. Страдаю от ревности до паники. Ничего не могу делать, не работать, не учиться. Только трястись от страха. Так. Не могу справиться со страхом отвержения. Ну, я понимаю, что здесь будет глубоко и интересно. Сейчас подумаем. Я, Аня, на вас отметку поставил. Мнительность зашкаливает. Мне кажется, что все обращают на меня внимание. Не получается справиться с напряжением в теле. Сильная эмоциональная мнительность. Это про... Спасибо. Я понял. Страх постоянный за все подряд. Не могу справиться с тревогой. Не могу справиться с агрессией. Резкие срывы на ребенка. Так. Резкие срывы на ребенка. Мнительность опять зашкаливает. Какая вы мнительная и напулистая. Вы уже не мнительная девушка. А, это Максим. Максим. Ты не мнительный. Ты охуевший. Потому что мнительные люди три раза не повторяют. Даже четыре. Видели? Видели? Смотрите, сколько он написал, блядь. Видели этого мнительного? Мнительность зашкаливает. И он ебашит, блядь, свой вопрос постоянно. Вы как-нибудь видели такого мнительного? Очень хочется поговорить. Ну, вот поэтому тебе... Вот это и есть проблема. Что ты не мнительный. Где очень хочется поговорить. Это не про мнительность. Я уже сразу говорю. Потом поговорим. Приходи на точку роста. Не могу справиться с гневом на начальника. Принято. Мнительность зашкаливает. Блядь. Не могу справиться с чувством вины перед родителями. Так. Тоже хорошо. А, зная триггерное, не могу их решить. Мнительность зашкаливает. Что я умру? Так, 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 так. Так, обиды на мужа. Что же выбрать? Давайте выберем. Значит. Давайте, знаете что? Давайте продолжим женскую тему с управлением эмоциями. Мне кажется, это будет очень полезно и популярно. Не могу справиться с агрессией. Резкие срывы на ребенка. Олеся. Пожалуйста, позвоните мне. Пожалуйста. Давайте это обсудим. Потому что агрессии, резкие срывы могут быть как на ребенка, так и на близких, так и на друзей. Поэтому сейчас на примере кейса Олеси, кто поддерживает? Лючих ставим. Она уже была? Где она была? Сегодня она была? Алло. Здравствуйте, Олеся. Олеся, привет. Ну что, рассказывайте. Не могу справиться со своими эмоциями. Агрессия. Агрессия, резкие срывы на ребенка. Пожалуйста. Как вы это понимаете и в чем проблема? Начну с того, что я участвовала и в кейсах, и попадала на разговоры с вами. И мы обсуждали это. И моя проблема в том, что я сейчас не могу выйти на работу из-за того, что я вынуждена сидеть с ребенком. И вроде бы я все это понимаю. Но все равно срывы продолжаются. Ну и такого хера ты это делаешь тогда? Вопрос возникает. Если ты все знаешь. Наверное, мне не хватает каких-то практических, наверное, упражнений, которые мне нужно делать на ежедневной основе. Окей, хорошо. Каких конкретных упражнений тебе не хватает, как тебе кажется? Какой-то самоконтроль. Но я не понимаю, что именно мне нужно делать. Когда муж рядом, я еще как-то контролирую себя. Если никого нет, то он уехал на неделю. И в тот же день я начала срываться резко. Бывает, что он уезжает, и все нормально. Бывает, что я резко срываюсь. Почему ты выбираешь срываться? Повышенная какая-то тревожность. Почему ты выбираешь срываться? Ты же не писаешь в постель. Не успеваю отловить этот момент. Нет. Ты принимаешь решение не отловить этот момент. Ты принимаешь решение продолжить делать то, что ты делаешь. Почему ты не хочешь этого не делать? Потому что ты переполнена напряжением. Которое не связано с твоими детьми. Ну да, не связано. Но и где ответ на этот вопрос? Каким напряжением ты переполнена? Все тем же, что я не могу выйти на работу. Кто за тебя этот вопрос решит? Если ты уже какой месяц дрочишь себе голову, что ты не можешь выйти на работу, и ты бесполезна, и так далее. Причем здесь дети твои. Ты же создаешь сама себе напряжение вот этим вот маразмом. Не решаешь этот вопрос в принципе. Я пытаюсь его решить, но это занимает какое-то время. А зачем эмоционировать здесь, если ты этот вопрос решаешь? Ты должна для себя очень четко понять, что мое напряжение я создаю себе сама. Потому что я сама трактую ситуацию, где я не выхожу на работу, так-то и так-то драматично. У меня к тебе вопрос большой. На хера относиться к этому так драматично? Продолжать создавать себе напряжение. А потом героически его сливать на детей. И мне, блядь, писать 33 раз, не могу справиться с напряжением, со срывом на детей. Зачем ты делаешь одно и то же? Если ты понимаешь, что твое напряжение базовое, высокое, зачем ты базовое напряжение продолжаешь создавать? Почему ты не меняешь свое практическое отношение к тем обстоятельствам, где ты не можешь выйти на работу, где у тебя что-то там не получается? Почему ты там продолжаешь создавать напряжение? Я не понимаю, как снять это напряжение себе. Ты была хоть на одном сезоне? Да. Хуёво ты там была? Я чего для тебя, как обезьяна там рассказывал, как создается напряжение благодаря твоим убеждениям? В теории ты... Какого хера ты в теории понимаешь? У тебя есть конкретная ситуация. Я не могу выйти. Что я об этом думаю? Ожидание, тожествование, аргументация, преувеличение. Разбери мне сейчас этот пример по таблице. Ситуация. Не могу выйти на работу, задерживаюсь дома в декрете. Как ты создаёшь свою эмоцию благодаря автоматическим мыслям? Как это выглядит? Ты вела таблицы? Да. Серьёзно? Там было пару месяцев назад. Да, естественно. А как долго ты их вела и сколько там было прописано? Ну, вела, в пол-тетради списала. Ну, расскажи мне хоть, если ты расписала пол-тетради, ты мне, честно, зубок просто скажешь без тетради. Вот тебе ситуация. Я не могу выйти на работу. Какая эмоция возникает от этой вот ситуации, что ты не можешь выйти на работу? Напряжение, да, какое-то возникает? Да, напряжение. Окей. Как это... Раздражение. Напряжение, раздражение супер, больше, чем среднее. Супер, как ты себя напрягаешь и раздражаешь? Какие автоматические мысли? Я должна выйти на работу, я должна иметь какую-то безопасность, свою собственную финансовую безопасность. Мне не должна ни от кого зависеть. А какого-то дажествования и что-нибудь ещё там есть? Я должна выйти на работу. Если я не выйду, это небезопасно. Я зависима. Дальше. Как ты ещё дрочишь себе голову тем, что ты создаёшь напряжение по этому поводу, что ты не работаешь? Я должна выйти. Я должна быть в безопасности. Я должна быть независимым. Какие ещё автоматические мысли, которые зажигают? Потому что... Давай я тебе подскажу. Хреново ты таблицы вела, поэтому ты до сих пор здесь тусуешься, ещё лет 30 протусуешься. Потому что я должна выйти, я должна быть в безопасности, потому что это всё мне угрожает. Если я не работаю, я зависима. И всё это вот о чём говорит? Что я какая? О том, что я никчёмная. На меня нельзя положиться, что все там чего-то уже добились. А я теперь как новичок со своим опытом. По твоему голосу слышно, что ты даже не пыталась это опровергнуть. Так, ты на этот счёт я не прописывал ничего. А какого хрена ты не прописывал на самый основной счёт? Чем ты занимаешься? Так это же и есть центральная проблема, которая вызывает твоё переполнение. Которая потом выплёскивает и видит дерьма на окружающих людей. Ты же сама имеешь убеждение о том, какая ты если. Ты сама убедила, как и наш предыдущий Денчик. Он убедил себя, что он дерьмо, потому что он там не вписывается в свои ворота. А ты убедила себя, что если у тебя не получается, ты такая, ты должна работать, иначе ты никчёмная, нельзя положиться. А если поменять к этому отношение, как бы рациональный ответ звучал? Да, действительно. Продолжи. Да, было бы хорошо, если бы я могла выйти на работу. Но я понимаю, что я сейчас... Прямо сейчас, но... Я понимаю, что сейчас это невозможно. Я понимаю, что сейчас мне нужно... Почему невозможно? Сейчас мне хочется... Ну, это тоже проблема. Мне хочется не сразу выйти на ливую какую-то работу, а подучиться немного за те годы, что я сидела дома с ребёнком. Технологии ушли вперёд, и мне нужно наверстать. И я сижу каждый день занимаюсь. А что ты сама смеёшься сейчас? Ну, то, что это всё время занимает, и я по этому поводу напрягаюсь, что мне хочется быстрее, быстрее. Потому что мне надоелось сидеть с ребёнком, мне не хочется. Хочется больше заниматься своим делом. Ещё раз продолжаем. Рациональный ответ. Да, действительно, я хочу как можно скорее выйти на работу. Ну, я понимаю, что сейчас мне нужно подучиться. Сейчас я не готова выйти на работу. А почему ты убеждена, что ты не готова выйти на работу? Тебе надо подучиться? Тебе сказали об этом? Нет, мне кажется, что никто... Зато с задницей своё кажется. Ты уже полгода, блядь, с этим кажется, торчишь. Здесь задница, штучка эта торчит. Кажется ей. Десять собеседований за месяц пройди и покажи мне обратный офер со словами «Вы нам не подходите». Вот тогда я тебе поверю. Это всё твоё кажется засовывает тогда, куда солнце не светит. Кажется ей. Ты сама себе придумала, что тебе надо подучиться. Именно вот так. Сама себе дрочишь голову, что вот с одной стороны надо подучиться, а с другой стороны надо выйти. Как же я выйду? Надо подучиться. Потом ты идёшь учиться. Ты учишься, бишь? Вот я и учусь. А надо выйти. Хочу выйти, ой, надо учиться. Пойди на, сука, десять собеседований и посмотри результат. Какого хрена ты не идёшь туда? Кто тебе сказал, что надо подучиться? Ты себе сказала или тебе работодатели все сказали об этом? Кто сказал, что тебе надо подучиться? Мужское. Понятно. Вот когда ты десять собеседований пройдёшь и тебе все скажут, вы нам не подходите, вот тогда ты сделаешь вывод. Потому что сейчас ты сама включаешь топ-кран. Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты жмёшь одной ногой на газ, а другой ногой нажимаешь на стоп-кран. Мне надо выйти на работу, чтобы чувствовать себя реализованной. Мне надо, мне надо, но хуй я куда выйду, потому что мне надо подучиться. Вот когда ты пройдёшь десять собеседований, вполне вероятно, что тебе скажут, да, вы нам подходите, да, какие-то знания мы вам освежим, но буквально месяц, два, три вы очень быстро втянетесь. Что, не так? А теперь у меня стричный вопрос. А ты веришь, что хочешь выходить на работу? Не очень. И я тоже в это верю. Тогда какого хрена ты себе голову дрочишь? Перед мужем? Или перед собой? И что же возникает, вызывает внутренний конфликт? Я должна выйти на работу, потому что это нормально и правильно. Так? С одной стороны. А, ну да, хочется быть. А с другой стороны... Отличная ситуация непонятная, какой-то домохозяйка. Да, а с другой стороны не хочется, потому что... Потому что... Мне нужно давать ребёнку в эти садики. А что там у нас, монстры в садиках? Ну, боюсь за его здоровье, потому что мы в английских садиках плохо кормят. Вот он стоп-крант, оказывается, какой. Вот он, твое внутреннее противоречие, как выглядит. Что с одной стороны, у тебя один мотив внутреннего конфликта. Надо выйти на работу, чтобы развиваться, да, социально там достигать результатов. А с другой стороны, я не хочу выходить на работу, потому что мне придётся ребёнка. И там идут убеждения у тебя. Слушай внимательно. Ребёнка отдать в детский сад, там плохо кормят, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот так ты нажимаешь сама же на тормоз. Рассказывая себе его, твой внутренний конфликт вызывает напряжение. И ты зришься не на ребёнка, когда ты на него кричишь. Ты зришься на него с метафорой «Ты причина моего внутреннего конфликта. Вот почему ты кричишь на него по Прейду, боже, храни Зигмунда, блядь». Потому что ты несознательно в ребёнке видишь проблему. Ты говоришь «Ты, я за тебя переживаю, что у тебя там плохо кормят, я так в себя включена, я так за тебя переживаю». И ты со своими переживаниями не даёшь мне принять решение. Вот откуда гнев у тебя на него. Какое решение ты видишь здесь? Никакое. Логично. А если подумать сейчас сверху, как бы посмотреть на эти два драйва. Действительно ли так опасно в детских садиках? Действительно ли это так неразрешимо оставить ребёнка где-то? Или другой вариант. Окей, я принимаю решение, какое-то время быть включённым в ребёнка. Тогда я принимаю решение, что я в ближайшие два-три года... Сколько ребёнку лет, кстати? Три. Три. Тогда я принимаю решение, что до начальной школы я им занимаюсь. С педагогами там и так далее. Но я тогда не буду дрочить себе голову по поводу работы. Понимаешь, куда мы будем крутить? Ещё раз. Либо ты принимаешь решение не гнобить себя. Все понимают, о чём я. Либо ты принимаешь решение не гнобить себя. Я должна выйти на работу, иначе я плохая женщина, неудовлетворённая. Либо ты говоришь, нет, детский садик, это не опасно, никаких там волков нету. И найти техническое обоснование посередине. Да, детский садик, то-то, то-то, то-то. Работа тоже важна так-то-так-то. И мы это сбалансируем. Вот как выглядит твоё решение. Либо это, либо это, либо посередине. Повтори своими словами. Какой тормоз на самом деле ты нажимаешь? И причину гнева на своего ребёнка, как бы ты это сейчас поняла с моих слов? Причина гнева в том, что я мыслись не на него, а на то, что я не могу реализоваться. И что нужно выбирать либо одну, либо другую сторону, либо сидеть с ним до школы, потому что в 4 года он уже в школу пойдёт. Либо выходить на работу и осознать для себя, что садик безопасен. Какие убеждения там и там тебе мешают самой? Очень боюсь, что если будет в школе каникулы, не с кем будет оставить ребёнка. Если я буду работать, там первый уже 6 недель в школе, они ходят в школу по 3 часа. То есть противоречие заключается в том, что я имею... Вы слышите, что такое внутренний конфликт? Я хочу вам это показать. Кстати, очень клёво получилось, как мне кажется. Вот он, классический интерпсихический конфликт. Ты согласна, что для тебя важно быть работающей и быть социально реализованной финансово? Да. И ты также согласна с тем, что ты очень интегрирована в безопасность ребёнка? Угу. Вот у тебя две потребности, которые и называются внутренним конфликтом. И эти две потребности столкнулись как титаник с айсбергом. Только они разъехаться не могут, эти два титаника с айсбергом. Все понимают, что такое внутренний конфликт? Её потребность реализовываться на работе имеет вот такой уровень. И её потребность в безопасности ребёнка имеет такой же уровень. И они никак не могут помириться, что же ей выбрать. Вот как выглядит твоя психотерапия. Вот как выглядит твоя внутренний конфликт. И пока на тебя нахрена не надавишь, из себя это не выпрыгнет. Ты теперь осозна... Видишь, как это выглядит, эти два равновесных составляющих, между чем тебе придётся договариваться с собой? Да. Супер. Я надеюсь, что ты вот сейчас ещё раз попробуешь это увидеть. Хотя бы на вот этом уровне осознанности, когда это видно. Успехов тебе! Да, спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Пока-пока. Кто там что пишет? Это пиздец. За один час два моих конфликтов. Пожалуйста, Ирина, рад, что вы пришли. Заметьте бесплатно. Реально ты меня разъебал, даже голова перестала болеть. Ну, супер. Я рад. Значит, небольшой комментарий. Спасибо. Небольшой комментарий к этому кейсу. Ну, кстати, хотел спросить, коллеги, я знаю, что вы здесь присутствуете, консультанты, блогеры, поносящие меня и не очень, но я знаю, что вы смотрите, я знаю, что так вот, знаете, как сейчас мэм такой есть в Инстаграме, вот так вот подсматриваете, они всем рассказывают, какой я плохой и пиздец, какой ужасный, но они все сидят и смотрят копии этих занятий. Это самое большое мракобесие, которое только может быть в нашей социальной сети. А вообще я очень плохой. Так вот, коллеги, кто хочет посмотреть, грубо говоря, поучиться разбором, поучиться методике, то в 2019 году я вас всех приглашаю на мой внутренний курс повышения квалификации и я надеюсь, что я буду вам полезен, начиная от ВСД и паники, заканчивая более глубокими разборами. Поэтому, соответственно, приходите, если вам интересно. По поводу этого кейса. Сначала видели, что клиентка, она заявила, что у нее есть гнев на ребенка, с которым она не может справиться. Помните это? Потом я что стал проверять? Я стал проверять, как она создает базовое напряжение, потому что я понимал, что срыв на ребенка это последствия. Есть какая-то базовая история про напряжение. Я зашел с концепцией когнитивной терапии с точки зрения, и как она создает убеждение, что она должна работать. Я увидел, что там не было работы и там нету, в рациональном ответе я почувствовал, что у нее не было желания опровергать это. Кто почувствовал, что когда я спросил, как ты можешь дать рациональный ответ, он был с такой, знаете, с таким, с таким натягом высказан, что я ей задал вопрос, скажи мне честно, ты хочешь выйти на работу? Помните эту фразу? Так вот, в этом я и почувствовал вот этот вот наеб собственный. И когда она сказала нет, вот тут-то все стало на свои места, что на самом деле, дальше я просто за это зацепился, полез дальше со словами, а как ты думаешь, почему бы ты не хотела на самом деле? И тут она сказала, что оказывается, у нее есть тревога за детей, которая противоречит ее первому драйву выйти на работу. И вот так все встало на свои места. Understand, как это в алгоритме, ну, для дела? Этому не учат в когнитивной терапии, этому не учат в дневниках, этому не учат в институтах, этому не учат нигде, нигде это опыт, которым я с вами делюсь. Как это почувствовать, какие вопросы где задать, это нельзя, поэтому есть ребята, которые все носятся и бегают, что Красиков читает, что Красиков нюхает, что он колет, и у кого он учится, ответ, ничего не читает, не нюхает, не колется, ни у кого не учится. Просто это вопрос опыта, это вопрос многих других нюансов. Так, идем дальше. Еще один кейс, я бы хотел сейчас, какой мы разобрали, мы разобрали симптоматику, мы разобрали ОКР, мы разобрали внутренние даже конфликты, кому понравилось, и давайте четвертый кейс бахнем, напоследок, что-нибудь интересное, ну, пожалуйста, давайте что-нибудь такое из жизни, что ли, может быть из личной жизни, может быть какие-то личные женские, мужские какие-то штуки, давайте не про симптоматику, давайте вот кто про симптоматику, давайте на точку роста приходите, там вот мы все обсудим, давайте что-нибудь про жизнь, Алексей, можно про самореализацию, про технологию с убеждениями, не очень понял о чем ты, 14 лет было давление со стороны свекрови, только сейчас муж стал понимать, что был перекос, но это все я не буду читать, вашу историю жизни, я хочу приехать на ВСПР, сладкое, сейчас в конце скажу, ну а что тут про сладкое, давай знаешь как сделаем, я специально для тебя, сниму, я специально для тебя сделаю аудиоподкаст, про нервную гулимию, хорошо, про заедание сладким, у меня на канале есть большой ролик, про заедание сладким, если я не ошибаюсь, я для тебя специально сделаю аудиоподкаст, про заедание сладким, и как эта механика выглядит, давайте, давайте конкретнее, боюсь боли в груди, ну что-нибудь интересное, про самореализацию в профессии, про личную жизнь, давайте конкретнее кейс, не могу справиться с, как с мужчинами разорвать рефлекс, какой рефлекс, живу в большом новом городе, но тянет в маленький кей, как стать, боюсь переехать в другой, что-то я ничего пока не нахожу, чувство вины перед ребенком после развода, но принято, а дальше еще какие-то варианты будут, боюсь переезжать в другой город, понимая, что хочу на самом деле, запутывая себя, боюсь переезжая в другой город, не понимаю, хочу ли я на самом деле, запутывая себя, можно про неотложенные решения, можно про неотложенные решения, у меня три стимула, которые не могу решить, Секс. Семья. Работа. Интересно. Давайте еще что-нибудь. Хочу работать по специальности, но не могу поменять постоянно работу. Страх оставаться в Вите. Хочу работать. Так. Не могу сказать. Любовница нет. С женой проблема. А проблема с женой, потому что... Я понял. Нет. Ну... Давайте еще одну женскую проблему такую разберем, потому что что-то я не могу ничего толкового выбрать. Надеюсь, вы на точке роста сформулируете по-другому. Давайте вот... Будет интересно и полезно. Лейсан. Чувство вины перед ребенком после развода. Это для профилактики многим поможет по поводу развода и чувства вины к ребенку. И вообще согласны, что это частая история. Кто согласен, напишите плюсик. Что очень многие вообще с чувством вины они из-за этого не могут и развестись, потому что они понимают, что уже как бы ну не очень и развестись не могут, потому что дети... Это как свойственно мужчинам, так и женщинам. Лейсан, позвоните. Алло. Алло. Друзья. Лейсан, добрый вечер. Так. Вы у меня первый раз? Нет, я была на самом первом сезоне. В 2017 году. Да. Круто. Здрасте. Ну что ж, спасибо, что пришли. Давайте про чувство вины и про развод. Можно предысторию и историю. Я вас снимать послушаю. Алло. Алло, слышно? Да, Лейсан, можно историю и предысторию этой истории про чувство вины и про развод? В общем, был ранее замуж. 19-20 лет. Еще раз, подождите, подождите, вас было плохо слышно. Еще разочек. Очень рано замуж вышла. Очень рано замуж вышла. Во сколько? 19. Чем это было вызвано? Ну, большая любовь. На то время так казалось. Большой любовь. Так и запишем. Большая любовь, да. Так и запишем. Большой любовь. Ну, оно так всегда и бывает. Так, дальше. Сейчас вам сколько годов? 32. 32. Ну, сразу. Что с большой любовью случилось-то? Ну, отношения были, что была очень сильная ревность с его стороны. И вот, когда я забеременела, ну, до того времени, как я забеременела, было бы все нормально. Было все хорошо, пока не забеременела, правильно я понял? Нет. Когда забеременела, когда родила, когда сделала декреты, было все нормально. Вы пропадаете. Забеременела, пока была в декрете, было все хорошо. Когда родила, что-то изменилось? Когда я родила, то же время появились панические атаки. Когда появились панические атаки? После родов. С чем вы это связываете? Связываю с тем, что... Ребёнок родился маленький, с маленьким весом. Я очень переживала, очень это восприняла близко к сердцу. То есть вы подняли эмоциональный градус по этому поводу? Встревнулись, испугались и так далее. Справились с этим состоянием? Ну, не сразу, через пару лет. Хорошо. Благодаря психотерапевтам справилась. Хорошо. Дальше. Вышла на работу. Так. Так. Он начал ревновать ещё больше. Так. Начались упрыги. Почему ты красишься? Почему ты там одеваешь? Так. Потом я узнала, что он сам. Извиняет. А как вы узнали об этом? По телефону. Это как? Ну, пошла смс-ки. А. В его телефоне. Ну, смс-ки. Там же не свечка. Вы так синтерпретировали этот? Или это факт, который вы проверили, и он подтвердился? Нет, ничего не проверяла. Откуда вы на 100% знаете, что он вам изменял? Ну, не знаю даже. Не могу ответить на вопрос. Нет, гениально. Вы только что мне сказали в первом эфире, что вам изменял муж, но вы, правда, не имеете фактов. Ну, там не только этот случай был, но там был написано, спасибо тебе за вчерашнюю ночь, Володя, было офигенно, я кончил опять раз. А как вы сделали вывод, что вам изменили? Ну, потому что уже были у меня мысли. Мне все равно, какие у вас мысли были. Вы по факту переписки читали, что вам изменились? Ну, такого не было написано. Тогда как вы вывод сделали? Ну, то, что человек стал совсем другим. Ну, это естественно, потому что если вы с 19 лет вместе, конечно, он стал другим. Как минимум, он стал не 19, а 30. Это правда он стал другим, это совершенно очевидно. Вы с ним познакомились, когда ему было 20-23, так? Да. Сколько ему было? А ему было 26. Вот, 26. И когда он стал другим, ему сколько было? Наверное, на тот момент 30. 26 и 30 – это вполне достаточная разница, чтобы действительно стать другим во многих аспектах. Разве нет? Но все равно я думала, что он изменяет. У меня были подозрения. Хорошо, предположим, у вас были такие гипотезы. Но эта гипотеза не подтвердилась. Дальше. Отношения все хуже и хуже становились. Он мне не доверял, я ему не доверяла. Да, у вас была гипотеза, что он вам изменяет, у него была гипотеза, что вы ему изменяете. Так, дальше. Да. Окей. Ну вот, потом уж решили разойтись. Хорошо. И? Ну, развелись, остался ребенок. Так. Ребенку сейчас уже 10 лет. Так. Вроде все нормально. Он забирает, общается с ней, но не так, как часто, как я хотел бы. И? И мне кажется, что дочка моя винит меня. Вам опять кажется? Ну да, кажется. Я точно не уверена в этом. Ага. То есть вам казалось, что вам изменяет, хотя вы в этом были не уверены. Сейчас вам кажется, что вас винить дочка, хотя вы тоже в этом не уверены. Получается так. А дочке сколько годочков? 10. 10. А на основании чего вам кажется, что она вас винить дает? Она что-то говорит, делает? Как таковой нет. Нет, наоборот, у нас были разговоры откровенные, что она как бы совсем, ну, не винит меня в этом. Ну, а с другой стороны, она же не будет мне открыто говорить. Как вам кажется, когда ребенок обижен на маму, он как-то в своих действиях это покажет? Ведь дети, они достаточно открытые ребята. Они что чувствуют, то они и делают. Это взрослые умеют обманывать себя, и других очень хорошо притворяться. А дети не очень хорошо умеют притворяться. Они, как правило, когда они на кого-то обижены, они очень ярко, демонстративно это показывают. Пускай они это не говорят прямо, но в их поведении это видно. Что в вашем поведении, в вашей десятилетней девочке видно, что она вас обижена, что она вас игнорирует. Она вас избегает. Ну, нет, ничего такого нету. Тогда вот у меня к вам вопрос. У вас не было фактов, что вам изменяли. Вы себе придумали историю, что вам изменяли. Потом у вас нету фактов, что на вас ребенок обижен. Вы себе придумали, что она обижена. Что вы еще придумаете себе? Сексуальной связью с марсианином вы себе не придумали еще? Пора, пора. Ну и что будем делать с этой придумкой? Хотя вы, в принципе, с ребенком даже ведете беседу. Что? Вот теперь, Дрисан, вопрос. Какие должны быть предоставлены факты, чтобы вы сказали, что ребенок не обижаете? То, что она в хороших отношениях со мной, то, что у нее нет обиды на меня. Какие факты-то, какие должны вам это доказать? Ну, я почему этот вопрос задал, который раз тупик поставил, знаете? Потому что какие бы слова вам не были сказаны, вы бы в это не поверили. То есть какие бы слова вам ребенок, еще кто-то бы не сказал, вы бы в это не поверили. Вы бы сказали, да, действительно, она все-таки может. обижаться, просто она не договаривает, просто она не говорит, просто на нее повлияли и так далее. Знаете почему? Потому что вы сами хотите верить в то, что вы себе придумали. Что про измену у вас не было фактов, но вы себя убедили, что вы знаете. Что про отношения вашей дочери нет фактов, и наоборот, поведение опровергающее это, но вы это знаете. А возникает вопрос, а что вам дает ощущение, что вы испытываете, что ребенок к вам испытывает чувство гнева и обиды? Что вам это дает? Алиса? Что дает? Да. Наверное, то, что внутри меня с детства что ли заложено, что я вот плохая. Поподробнее можно? Что я плохая мать. А как это с детства заложено, вы говорите? Ну, возможно, из-за отношений с родителями, с отцом. Возможно, из-за этого и ранний брак. Конечно. А теперь останавливайтесь. Смотрите. Есть такой принцип психотерапии и психологии, который называется проекция и проективная идентификация. Но сейчас не берите это в голову под терминологией. Вы спутали чувства дочери со своими чувствами. Я поясню, как это можно поподробнее объяснить. Есть гипотеза... Александр, а можно потихоньку? Там что-то шипит у нас. Нет, у меня все тут тихо. Есть гипотеза... Просто я фоню немножко. Я потише попробую сейчас. Есть гипотеза, что вот это чувство, которое вы называете чувством дочери, на самом деле это вы испытываете стыд и вину к себе за то, что вы развелись. То есть, вы испытываете к себе эти чувства, а не дочь к вам испытывает эти чувства. Потому что, судя по всему, дочь к вам эти чувства не испытывает. А вот вы испытываете чувства к себе и за критики этого поведения. Если эта гипотеза верна, тогда мы ее проверим. Чтобы испытывать такие чувства и путать их проективно с дочерью, у вас должна быть концепция, где семья является очень важной. Некая правильная модель семьи, некая социально-нормальная модель семьи. Обычно такая потребность вырастает, когда у самой девушки в семье, не обижайтесь только, мягко говоря, не совсем все ладилось. Обычно такие дети действительно рано выходят замуж, потому что они быстрее хотят создать ту модель семьи, которая для нее является ценной, сверхзначимой и некой безопасной. Что вы об этом скажете? Ну, возможно и так. Гениально. А поподробнее можно? Что стало причиной раннего брака и почему вы можете сами себя винить за развод? Причиной раннего брака отношения с отцом — непонятие, непринятие, слишком жёсткий во всех отношениях. Никогда не было такого, чтобы отец подошёл, приобнял, поцеловал, какая бы я там хорошая ни была, хоть отличница. То есть мотив к раннему браку — это получить ту самую любовь и поддержку, в которой вы так нуждались? Ну, получается так, да. А чувства вины перед ребёнком каким образом рождаются? Возможно, я думаю, что она недополучает какую-то отцовскую любовь, которую, возможно, в какое-то время я сама не получила. Да. Вот почему это чувство может быть актуально. Вы спутали собственное прошлое собственными чувствами и перенесли это на ребёнка. Хотя на самом деле это не так. То есть вы за ребёнка придумали причинно-следственный психологический перенос. Вот уловите. У вас есть собственное детство. Я буду медленно говорить. У вас есть собственное детство, в котором вы не получили того внимания и потребности от отца. Для вас это было больно и значимо. Засело. Вы рано выходите замуж, чтобы получить это. А потом, когда вы разводитесь, вы своё чувство переносите на эту девочку, проецируя себя на эту девочку в своём детстве, что вы сами как бы повторили этот маршрут, где ребёнок не получит от отца того же, и вы сами типа это сделали. Вот, скорее всего, с чем чувство вины перед ребёнком, на основании чего чувство вины перед ребёнком у вас и пляшет. Поэтому, Палисанна, ловила логику? Да. Переноса. Отсюда, как бы вы сами вышли бы из ситуации, когда вы сами это перенесли? Невозможными убеждениями. Во-первых, первое, что вы не знаете, что чувствует ребёнок, что это ваши переносные эмоции. Это первое. Согласны? Да, согласна. Второе. Мои переносные эмоции связаны с какими лично вашими особенностями? Потому что в моём... Продолжу. В моём детстве был совсем другой отец. Возможно, он и не умел показывать свои эмоции. Но это не означает, что он меня не любит. Причём здесь это? Как ты себя винишь за развод перед ребёнком? Что ты, разведясь с ним, учинила чё для ребёнка? Ты ребёнку сделала хорошо разводом или плохо, как ты думаешь? Мне кажется, нейтрально. Насколько ты можешь переживать по поводу развода? Ты же говоришь, ребёнок меня винит в этом, так? Она не винит. Лисандра, ты пришла сюда со словами «ребёнок меня винит» и «к разводу». У меня есть чувство вины. Что у меня есть чувство, что ребёнок меня винит. Что, не так? Мне кажется, что она не договаривает. Верно. Давай заново. Тебе кажется, что она не договаривает, она винить себя. Я тебе говорил о том, что, скорее всего, у тебя нет фактов. И ты сказал, да, мне нет фактов. И очень похоже, что это ты себя винишь, а не она тебя винить. Я тебе задаю вопрос. Если представить, что ты бы себя винила за развод перед ребёнком, как бы это выглядело? За что бы ты могла себя винить перед ребёнком за развод? Ну, извиняюсь, что ребёнок остался без отца. Без того самого внимания, которое бы ты хотела, чтобы она получала. Да. Да, да. А это девочка? Да. Девочка. А ты получала внимание от отца? Нет. Значит, получается, ты своими руками сделала так, что она не получает сейчас того внимания от отца её. Всё верно. Ну, так соедини это. Ну, я интерпретирую своё детство и её. Так. И думаю, это что у неё такие же ощущения, как у меня. А правда в чём? А правда не в этом. А в чём? Что моя девочка по факту... Продолжи. Это не я в детстве. Это не я. И она не может чувствовать мои эмоции. Так. А ещё правда в чём? Что действительно по факту у нас с ней налажен диалог. Так? Да, так. И то, что она общается с своим отцом. Так. По факту он оказывает ей внимание и заботу? Оказывает. Оказывает. Так в чём же ты себя должна винить? Ну, в чём, получается. Получается так. Что думаешь по этому поводу? Ну, что я сама всё это придумала. Ты это незаметно перенесла. И ревность перенесла. И всё остальное. Это было вот это ты не такой тёплый, как я хочу. Потому что я так в этом нуждаюсь. А потом это у тебя ещё на ребёнка перенеслось. Я сделала ему плохо так же, как у меня в детстве. И спутала свои чувства с её. И все твои выводы основаны на фантазии. Это и та самая маленькая девочка, которая боится, что ей не достанется той любви, которой она так сильно хотела и так сильно в этом нуждалась. Оттуда твоя ревность. Откуда там его ревности и так далее, я не знаю. Я не могу за него что-то говорить. Но вот твоя потребность в раннем браке очень чётко прослеживается. И потом, когда он стал другим. А что такое другим, Лисан? Подскажу тебе, каким он стал через 4 года. Когда вы познакомились, он был таким папой, который давал тебе внимание, заботу. И у тебя это пел, подняло градус. Ты говоришь, о, то, что надо. Прошло 4 года. Естественно, внимание, забота и эмоции спадают. И ты говоришь, какой-то ты уже не такой папа, как мне надо. А может быть, у тебя есть какая-то другая доча? Дай-ка я порыскаю в телефоне, какая доча там у тебя есть. О, точно, другая доча. Потому что, если бы её не было, ты бы продолжал быть таким, как 4 года назад. Тут ты начинаешь поднимать градус. Слово за слово. По столу. Отношения напрягаются. Туда-сюда. И вы расходите. И ты начинаешь переносить историю, что вот, моя девочка теперь будет меня винить, потому что она осталась без отца, потому что это твоё детство. Это тебе было без отца плохо. А не ей. Потому что, по факту, это вообще другой человечек. Который живёт в совершенно другом детстве. У которого есть папа, он такой, какой он есть. И мама, которая там бегает и так далее. Смотреть надо осознанно на реальность, а не переносными своих чувств на ребёнка и своих базовых детских чувств на мужчин, которые тебе якобы должны быть а-ля папой. И не искать всяких дочей, которые якобы тебе мешают. Understand? Всё понятно. Спасибо тебе за кейс. Спасибо. Счастливо. Пока-пока. Ну что же, последний кейс был очень психоаналитическим, я поэтому и показал на этот диплом, потому что это немножко не про когнитивную терапию, да, это про психоанализ. И я надеюсь, что я сегодня вам показал 4 кейса из совершенно разных плоскостях. Постарался показать объёмно, хоть и у нас ограниченное количество времени, да, обычно одна сессия идёт час. И тут я постарался за 2,5 часа показать вам 4 разъяснённых кейса, да. Надеюсь, что вы придёте на точку роста в понедельник. Кто, вот восклицательный знак поставьте, кто передумал и придёт. Вот кто после сегодняшней демонстрации передумал и придёт в понедельник. Есть ли такие? Два человека. Ну, прекрасно. Значит, будем работать ради этих двух людей, кто передумал и придёт. Супер. Значит, кто не придёт, спасибо вам большое за то, что вы бесплатно посетили сегодняшние занятия и то, что вам было это полезно. Пожалуйста, на здоровье пользуйтесь. Те, кто придут в понедельник, увидят ещё 8 таких интересных уроков и 8 интересных разборов, они будут из разных тематик. Поднимите восклицательные знаки, кому откликнулись сегодняшние кейсы, он увидел себя, он увидел какие-то причинно-следственные связи и так далее. Вот, соответственно, те, кто, круто, спасибо вам большое, те, кто придут в понедельник, будут каждый понедельник и четверг видеть эти разборы, и для вас это будет очень терапевтично, интересно, весело и полезно. Спасибо вам большое за наши разборы, я постарался, спасибо. Ваши Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса, увидимся в понедельник на начале старта Точка Роста. До встречи в 8.00, спасибо большое, спасибо нашим участникам, спасибо всем героям, спасибо за вашу искренность и за ваши кейсы. Спасибо большое, я не прощаюсь со всеми, увидимся в понедельник в 20.00. До свидания, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok